Его называют красулой или толстянкой или жирянкой. За ее толстенькие мясистые листочки, похожие на монетки. Скорее всего, именно за листочки растения и называют многие денежным деревом. Возможно, оно действительно имеет особую энергетику для аккумулирования энергии денег там, где оно растет. История растения начинается в теплых странах. Искать ее корни следует в Африке, Мадагаскаре, Австралии. Представлено оно множеством видов. На наших подоконниках растет обычно древовидное денежное дерево. Чем старше растение, тем больше оно напоминает маленькое деревце. Толстянка нашла широкое применение в народной медицине. Она может благотворно воздействовать на человеческий организм, даже просто находясь в квартире. Ведь содержащиеся в ней фитонциды активно уничтожают опасные бактерии, обитающие в воздухе. Растение положительно влияет на работоспособность и настроение человека. Нормализует функцию сна, облегчает и ускоряет течение простудных заболеваний. Толстянка широко применяется для лечения различных заболеваний. Уже не одно десятилетие народные целители пользуются ее богатым спектром свойств. А именно, противовирусные, регенерирующие, антимикробные, противовоспалительные, противозудные. Растение рекомендуется для лечения нагноений, ран, ожогов и порезов. Кашица из листьев и сок цветка способствуют ускорению восстановительного процесса и обеззараживанию травмированного участка тела. Толстянки способны снижать болевые ощущения при артрозе, артрите и подагре, действуя как противовоспалительное спазмолитическое средство. Люди, подхватившие простуду, успешно избавляются от чувства заложенности носа и дискомфорта в горле благодаря составам из сока растения. Также толстянку успешно применяют для облегчения дискомфортных состояний при варикозной болезни конечностей и геморроя. В данном случае упор делается на способность растения укреплять стенки сосудов. В первом случае успешно используют спиртовые настойки, а во втором мази на основе кашица из листьев. Существует множество рецептов из сока и листьев этого полезного растения. Вот самые распространенные из них. При ангине и зубной боли. Сок толстянки отлично подходит для борьбы с различными стоматологическими проблемами. С этой целью готовят следующий целебный состав. Сок 10 листиков толстянки смешивают со стаканом теплой воды. Полученным с надобьем полощут ротовую полость до 5 раз в день. При геморрое толстянка способна принести значительное облегчение страданий в домашних условиях. С этой целью готовится средство на основе вазелина и сока растения. Указанные компоненты в равных пропорциях укладываются на марлевый отрез. Полученный тампон аккуратно вводят внутрь организма. Для наступления скорейшего эффекта, процедуру необходимо повторять дважды в сутки. Если вас замучил насморк, толстянка также придет вам на помощь. Достаточно всего лишь каждый час закапывать в каждую ноздрю по одной капле раствора, сделанного из свежевыжатого сока этого полезного растения. Просто разведите его с водой в соотношении 1 к 2, и вы очень быстро избавитесь от надоедливого насморка. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!